Тили-ти-ли-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли Давай поговорим о добре и зле. Давай, давай. На самом деле, вот если брать тему добра и зла, то это добро и зло в коллективном, сразу говорим о коллективном, оно сразу с детства нам входит вместе со сказками, которые нам рассказывают на ночь. И мы уже знаем, кто там плохой, кто там хороший. Что такое хорошо, что такое плохо. И потом вырастаем хорошими мальчиками, хорошими девочками. Более того, это расслоение у нас есть сразу на Бога и дьявола. И мы знаем, что дьявол – это плохо, а Бог – это хорошо. И оба они вне нас. И так далее. Вот если мы сменим восприятие на восприятие создателя. Вот мы сейчас его активно тренируем. Вот давай с восприятия создателя посмотрим. Есть ли добро и зло для создателя? Для создателя нет вообще. Знаешь, как… Ни добра, ни зла, ты тоже так не скажешь. Есть игра. Создатель создает игру. А уже дальше она… Уже вот дальше, знаешь, даже чувствуется, что она… Сначала игра создается, и чувствуется интерес, да, вот в этом создании. И еще какое-то время чувствуется вот этот поток интереса. А потом раз – и пошло уже деление на плохое, хорошее, ну, можно сказать, да. Уже даже скажешь плохое, а там много разветвлений. Хорошее – много. То есть уже пошло разветвление, да. Но самое интересное, если брать первичное разветвление от создателя, вот в этом восприятии, то это будет на материю и на психику первое разветвление. Да. Плохое – хорошее. На дуальность. Тогда… А что хорошее, что плохое – материя или психика? Ну да. Кто, что выбрал. Да, кто, что выбрал. Следующее разветвление, если мы возьмем психику, у нас будет на объективное и субъективное восприятие. Следующее… Материя – живое, неживое. Живое, неживое. А потом следующее разветвление. Но при этом каждое разветвление изначально подразумевает, что можно разбить дальше на два, и дальше будет на плохое и хорошее. То есть, грубо говоря, чем примитивнее разбиение, тем быстрее хочется его обозначить плохим или хорошим. Но самое парадоксальное, что для восприятия создателя оно таковым не является. И более того, если мы будем смотреть на одно и то же плохое, например, ну вот банально, война – это плохо, это много боли, это много страданий, это потери и так далее. С одной стороны. С другой стороны – война. Продаются танки, производится оружие, поднимается где-то экономика. После того, как страна разрушена, придаётся новый импульс к восстановлению, и начинается резкое развитие. Потому что, как правило, войны случаются тогда, когда развитие заходит в тупик. Всё, эта игра закончилась, и надо выйти из ловушки. Ловушка – это значит, надо проломить стену и выйти в другую игру. Хотя можно было не проломливать. Но это от… Ну, когда нет ума, тогда берётся силой. Но видишь, в любом случае, вот меняя восприятие, можно найти и плохое, и хорошее в одном и том же. И сейчас, я понимаю, те же самые украинцы могут спокойно нас закидать тухлыми помидорами, потому что это же плохо, это боль, это потери. Это на самом деле так. И тогда ключевым всё-таки единым подходом к добру и злу будет механизм боли. Его надо будет вскрывать и показывать, а что же стоит у Создателя за механизмом боли. И вот это уже интересно, потому что на самом деле это ключ, это ключ к созданию реальности. Замечу, не управление реальностью, потому что если мы говорим об управлении реальностью, мы говорим о власти, о том, что есть управляющий. Грубо говоря, есть платформа Б3, и там уже ты сидишь на троне сатаны, и ты уже властвуешь. Да, ты уже управляешь, и как только ты стал управленцем, жди эшафота. Жди, когда тебя посадят на эшафот. А здесь нет, здесь речь идёт о создании. О создании, оно создаётся всё, и оно всё едино. И боль, она идёт от Создателя. И зачем же Создатель придумал боль, болезнь? И в каком диапазоне работает болезнь? И в каких случаях болезнь человеку нужна? И в каких случаях мы искренне можем поблагодарить болезнь и не считать её страшным злом? И не надо тогда с ней бороться. С ней можно, ну, договариваться не скажешь, но во всяком случае можно договариваться со своим же подсознанием, решать вопросы, и не надо тогда болеть. Да, а чувствуешь, вот ты сейчас говоришь, говоришь, а чувствуешь, как идёт обратный поток. Мы начали с того, что Создатель создаёт, интересно, да, а потом пошло деление на плохое-хорошее, плохое-плохое-хорошее, хорошее там, да. А теперь смотри, да, и в какой-то момент появляется боль, которая что? Разворачивает, да, и возвращается. То есть, смотри, ты даже произнесла боль. И вот для чего эта боль создана Создателем? Интересно, да, то есть чувствуешь, как развернулось так всё, и в интерес пошло. Создателя. И куда мы приходим? Кто Создатель, да? Кто создаёт? Мы сами создаём эту боль однозначно. И это всё в теле однозначно. И всё это, между прочим, из интереса. И всё это из интереса. И на каждую болезнь есть запрос. Но самое интересное, то, о чём мы будем завтра говорить, мы-то боль разложим. Боль, когда мы создаём как индивидуальность, типа отделённость, это одна тема. А вторая тема – это боль, когда мы её закачиваем из коллективного. У нас есть коллективная боль. Это уже, да, интересно? Это уже интересно, потому что мы коллективную боль вообще никогда не рассматриваем. И если даже сказать человеку, мы будем говорить о коллективной боли, человек, ой, коллективная боль, это там про войну, это не про меня. Мне в коллективном не болит. Попал. Да. И типа я спрячусь, я закроюсь, я в коллективную игру играть не буду, я сбегу. Ведь от себя не сбежишь, дорогой. Сколько бы ты не бежал, земной шар круглый, ты к себе всё равно прибежишь. И когда мы уже закачиваем коллективную боль, а закачиваем мы на определённых программах. На определённых, да. И эти программы будут просто уникальные. Блин, и тогда религия опять своих трендюлей получит. Да, и тогда станет завтра тоже, кстати, понятно, почему. Даже есть такие слова. И за что мне это? И откуда мне это? И откуда мне это? От верблюда. И как мы этих верблюдов раздаём своим детям, не осознавая. И наши дети волокут потом эту боль, которая не их боль. Более того, ты знаешь, мы сейчас с тобой очень тонкие вещи в себе калибруем, отрабатываем для того, чтобы это всё осознавать, чувствовать и войти в этот информационный слой, в этом восприятии. Получается, что очень многие вещи осознаёшь и меняешь своё поведение, проявление. И, например, вот я чётко вчера заметила, что, например, приезжая в родительский дом, который остался мне по наследству, я уже подъезжая к этому дому, у меня переключается восприятие, и я не могла понять, что это за восприятие такое, не моё. Вот только потом до меня дошло, что я начинаю чувствовать ту боль, которую чувствовал мой отец. И через призму этой боли начинаю воспринимать вот это поселение, это товарищество. И... И в тебе запускаются программы уже те, которые... Автоматически, да. И вот когда ты их вот можешь наблюдать и видеть, ты можешь их с благодарностью завершать, и ты видишь совсем тогда другие раскладки в проявленном мире. Более того, вот когда вот эти вещи видишь, эти раскладки, ты ими управляешь практически мгновенно. Помнишь, вчера, когда работали, был момент, кстати, впервые в жизни у меня такое было, вот мы с тобой работаем, закрытые глаза, а потом открываем глаза, а реальность начала двигаться. Такая... Как живая перестраивается и собирается. И вдруг ты осознаёшь, что вот все варианты существуют одномоментно. И вот сейчас был один вариант, но ты открыл глаза, и ты уже в другом варианте. И это так? И в этом варианте люди, которые отражают тебя, уже ведут по-другому. Как будто с чёлкой переключился рубильник. И всё пошло по-другому. Как в приёмнике. Как в приёмнике. Да, да, да. Другая музыка уже. И играет другая песня. А те, кто хочет петь предыдущую песню, они остались в параллели, но там тебя нет. Ты видишь этот фильм, ты проживаешь этот фильм. Фильм изменился. И это такие настройки удивительные. Но это всё с этого восприятия настройки. Это реальное создание. Это, да, да. Это точно так же, как ты начинаешь управлять сном. То есть ты просто переключил сон. Да. Осознанное управление своим сном. Ты знаешь, удивительные штуки, вот когда вот эти вещи начинаешь замечать, осознавать. И у меня только периодически возникает вопрос, вот мы и одни такие, кому это интересно? Почему большинству людей вот эти вещи неинтересны? как может быть человек неинтересен сам себе? Сам себе, да. И при этом я осознаю... Когда это есть ключ. Да, это ключ. И при этом я осознаю, сколько людей даже боятся посмотреть себе в глаза. Боятся идти в себя. Боятся увидеть себя настоящего. Да, да, да. Боятся, боятся. В себя вообще идти нельзя. Там запрет стоит, да. Причем, ты знаешь, меня удивляет даже, когда люди там прочли большую часть наших книг. Да, да, да. Они умом это понимали, понимали, понимали. А когда уже все, что ум сломался и надо идти в себя, вынос такой. Человеку тяжело. Тогда даже смотри, вынос всегда будет. Смотри, даже те люди, которые занимаются разными практиками, да, вот часто же сейчас в интернете же можно это увидеть. У всех есть ключевое. Это вынос. То есть человек, даже тот, который, вот я много кого уже натыкалась, и назвать я их там не могу, да, он, казалось бы, говорит, вот слушаешь, ты понимаешь, говорит, хорошо, правильно говорит. Потом так бац ловишь, щелк. То есть у него вынесена сила все равно остается вынесенной. Вот вроде бы говорит, я вся вселенная там, или я там, кто там еще там, я бог, да. И вроде говорит правильно, но тут же вынесено все это вовне. Зависимость. Зависимость, да. Все равно на каком-то контуре все равно человек сваливается. Я тоже сегодня увидела ролик, мне даже понравилось, там человек начал, что мы все создаем сами, нашим сознанием, прекрасно, прекрасно. А потом в какой-то момент, ну вот, даже если взять науку, теория большого взрыва, как образовалась наша вселенная, все, он вынес, не он создал вселенную, а она образовалась, а он... Сама по себе. Сама по себе. А он лишь частичка в этой огромной игре. Все, как только ты свалился в объективную вселенную, ты свалился в коллективную, ты открыл себя более, ты открыл себя наполнению неосознаваем бессознательными программами. Вот так и называется, коллективная бессознательная, потому что в это время ты подключаешься к тому слою, который ты не осознаешь, и ты будешь играть по его правилам. Ты будешь уже деталькой. Ты будешь деталькой. Именно деталькой в этом слое. Да. И это удивительно. И при этом у тебя будет ожидание, что ты мастер, что ты много знаешь, что ты крутой, что ты имеешь там кучу жизненного опыта. Но, кстати, как правило, если бы ты имел этот опыт, ты бы смог не свалиться. Конечно. Но пока у тебя нет опыта, ты сваливаешься. Потому что без опыта сюда прийти нельзя. Вот чем отличается наше движение, да, от... Вот посмотри, любые практики, теории там и так далее. А нету поступенного движения, нету поступенного получения опыта. Мы же по людям шли, мы с людьми нарабатывали. Да. Мы все через практику пришли. Если бы не было опыта, то ты мог бы своим умом и своими осознаниями забраться на вершину Эвереста, и потом бы очень больно было бы падать. Потому что опыта нету, и все, и ты не можешь ничего проявить. Поэтому и наша работа имеет такие дичайшие результаты, когда вплоть до того, что экспериментируешь, он на стримах экспериментирует, а потом человек пишет, блин, вы поработали, пришел, а врач не подтвердил диагноз. Это был просто стрим. Так это же не единичный случай. Это не единичный случай. Это... Да, много. А есть же люди, которые еще и не пишут. Забывают. Об этом тоже интересно поговорить. Я бы не сказала забывают, потому что есть люди, которые всплыли через 3-4 месяца, через много года. Да, да. Всплывают и говорят, вы тогда мне изменили жизнь, извините, измените мне слово. Еще раз. Это вот, кстати, мы тоже об этом поговорим тоже завтра. Ну и на лекции сегодня, на ожиданиях поговорим. Потому что стена плача, стена ожиданий, она же в нее практически башкой втыкается каждый первый. Как только он подходит к зеркалу и начинает себе в глазах говорить я люблю себя, я ценю себя и так далее, он втыкается в эту стену ожидания. Все, зеркало мне сейчас отразит, как я себя люблю. Я же себя люблю. Тьфу, дух по голове, как ты себя любишь. И не хочется задумываться, ведь больно же. Больно изнутри, из психики больно. Как я могу понять, почему там сразу расклад такой, что я в отражении увидел, что я себя не люблю. Но я же себя люблю. И пошел конфликт. Я себе вру, а здесь не соврешь. Сам с собой играешь. Начинается борьба, да, игра. Да, начинается борьба. Конфликт, программ, самим с собой конфликт. И тогда ты знаешь, наш фильм, который вот скоро выйдет, который для всех, у кого есть аутоиммунные заболевания, может стать исцеляющим просто. Он бомбический. Вообще вот этот подход, новый подход к фильмам. К фильмам. В старом формате я не хочу больше фильмов. И это неинтересно, это скучно. И нас тогда ассоциируют с аутизмом или с болезнями. Идите вы. Нас надо ассоциировать с выздоровлением и похрен ничего. Потому что в психике нет разделения на болезни. Есть боль. Либо она есть, либо ее нет. Все. А дальше уже, как ты прокачаешь ее, на каких программах. В зависимости от того, через какие программы ты прокачиваешь эту боль, в ту часть тела ты и получаешь. И это всегда, у каждого человека будет свой набор суповой такой, который он куда-то засунет себе. Но все равно этот набор пройдет через жадность, через зависть. Ложь, лень. Ложь, лень. Это ключи, которые просто один на один ложатся. Но все начинается с выноса ответственности. С объективной реальности. Как только ты создал объективную реальность, ты будешь болеть и стареть. Как только у тебя появилась объективная реальность, то есть зависимость от чего-то, от кого-то, все. Ты уже в игре. Ты уже деталька. Кстати, клеточка. Да, как это? Клеточки бога. Клеточки бога. У меня сейчас такая шальная мысль возникла по поводу эксперимента завтра провести на курсе. Блин. А почему нет? Даже интересно. Самое главное, что наши все эксперименты, они в любом случае идут во благо. Почему? Потому что либо дают результат, либо... Хуже все равно не будет. Да. Без вариантов. Никак. Но при этом создается интерес, и этот интерес, он все время увлекает только вперед. Интерес – это вообще развитие, росте. Если нет интереса, то это откат назад, то есть это разворот в боль. Смотри, дело в том, что мы-то уже четко осознаем, мы уже подошли к этому и осознаем, что в механизме боли полностью плотно задействовано эго. без эго невозможно причинение боли. Казалось бы, а тело, а тело тоже через эго управляется. И ладно, я не буду продолжать на видео. Да, я вот… Да. Я не буду продолжать на видео. Но это интересная тема. Надо ее додумать, чтобы мы… Почему мы не можем дополнить курс? Можем. Он только завтра. И если мы… Даже если мы его задержим во времени. ничего страшного не произойдет. Ладно. Мы начали с того, что в… Да. У создателя есть добро и зло. Нет. Нет. У создателя нет. У создателя нет. Интерес создания. Вот все. И при этом создатель живет в физическом теле, а в физическом теле живет личность, а у нее все разделено на добро и зло. Вот у личности уже делится, да. Угу. А личность – это про эго. А теперь смотри, да. Про набор программ суповой. Про эго и пошло, и ум подключается, и пошла игра коллективная. А теперь смотри, у создателя только интерес. Только. теперь бери любое создание. Ведь на самом деле берем стиральную машинку. Создатель, да, ну, создал стиральную машинку. Класс. Чувствуешь интерес, да? Вот это классно. А теперь дальше почувствуй, интерес, пользуйся, пользуйся, а в другой раз так чувствуешь. Вот я, это время было в моей и в твоей тоже, когда не было стиральных машинок, стирали руками, да, а потом появились стиральные машинки. Это ж интерес. Но при этом как расслоилось общество на плохое и хорошее. То есть я лучше руками стираю, чем машинкой. Скажи, вот оно пошло, плохое, хорошее. То есть стиральная машинка создана, интересно, да, создателю было создать. Не было же такого, что я создам плохую машинку там или хорошую, ну, да, не делил, а было интересно. А уже дальше люди разделились на два лагеря плохое и хорошее. Не только. А потом там уже, да, там уже рано. Уже стиральные машинки плохие, хорошие. Но суть сама, вот суть разделения, да, вот она, прям вот действительно было в нашей жизни. Да. Я даже очень хорошо помню это. И там потом разделение пойдет, дорогие, дешевые. Вот, я хотела сказать, и деньги включатся уже. Ой, я себе не могу позволить, а они позволили машинку, значит, они там плохие. То есть вот оно, распыление такое. Да, создатель создает игру. А дальше все зависит от того, каким умом эта игра будет восприниматься и с какого программного обеспечения. И ты знаешь, вот опять я вчера на роликах записывала про интеллект. И я опять прихожу к тому, что чем ниже уровень интеллекта у человека, тем примитивнее будет игра. Низкосортнее игра. Да, да. А теперь смотри, какая тоже подмена. Интеллект, да, тогда все скажут, да, надо развивать интеллект, надо учиться. Учиться в школе, учиться в институте, да, учиться, учиться, учиться. А что такое учиться? Набираться мусора? Или здесь тоже ключевой твой собственный интерес и твое собственное чувство себя не идти за общим фоном коллективного, то есть выбирать, что тебе, вот, допустим, чувствуй, вот этот человек, да, мне интересен, я могу его послушать, но при этом не зависать на нем дальше, да. То есть берешь, набираешься, но при этом чувствуя себя. А как обычно интеллект говорят, подмена тоже, кстати, подмена такая конкретная, где можно себя таким мусором захламить, что мы и делаем, кстати, со своими детьми, это когда программы, вот эти программы, которые дают в школах, они без интереса даны, они уже давно пережеваны, они давно просто, то есть там интеллект, а ты не напитаешься на самом деле, не возьмешь. Ну, особенно, если мы возьмем чужие произведения, чужие творческие Смотри, можно сказать, там программа, это там, где-то, но это уже давно ушло, это уже давно, а до сих пор дают эту программу Достоевского, там, классика, и прям так это важно, классика. Вот, я об этом. ты знаешь, ну, ведь это все дают для чего? Для того, чтобы сформировать у ребенка коллективное хорошо и плохо, да даже если мы уже возьмем вечные, неизбежные, которые, ну, казалось бы, уже жеванные, пережеванные, да, сказки, русские народные, у нас в русских народных сказках всегда есть герои, есть герои хорошие, есть герои плохие, да, и им заведомо заранее вынесена своя роль, которая не подлежит обсуждению, но ведь очень многие роли можно поставить под сомнение, вот любую сказку возьми и задай вопрос, да, а Баба-Яга что, была действительно плохая? А с Хиралей она тогда дала клубочек, с Хиралей она тогда помогала, да, и точно так же к любому герою, а золотую рыбку возьми. А золотую рыбку, да, как мы с тобой, да, говорим, никто же не смотрел с этой стороны на золотую рыбку, что старик, старик же предатель, ну да, предатель, золотой рыбки, он предатель себя, и при этом с вынесенной ответственностью, он, старуха, разберись с рыбкой напрямую, да, а я хороший, а я хороший, точно так же, никто, и так в любой сказке будут, вот эти подмены, а ведь они не автоматически как модель загружаются в подсознание детям, и даже можно сказать, что те же самые Иваны Царевичи, моменты поведенческие, как себя вести, и вплоть до того, что было у отца три сына, да, и ожидания, и все остальное, оно автоматически, оно автоматически по сказкам загружается нам на подкорку, и, кстати, я знаю много людей, у кого и те же самые слушатели могут рассказать, как жены разрушали бизнес своих мужей, и нам далеко ходить не надо, можно наглянуться в начало инфодайинга, увидеть роль жены у разбитого корыта, да, никаких, никаких этих вот, ну, вот они сказки, вот они сказки, они просто автоматически человека двигают, и автоматически делят на плохое и хорошее, есть такое, есть такое, и причем с ребенка сразу все начинается, да, потому что трех лет формируется эго, вот оно, а как правило, ведь на самом деле мы читаем детям сказки, да, мы всегда читаем и говорим, что это так интересно, и ребенку действительно интересно, но взрослый читает сказку как? Автоматически, не задумываясь, не зависая, ну, я аж уже вырос, а ведь, а ребенок, рожденный у него, и ты ему читаешь, ведь он дает ребенок, тебе дает возможность зависнуть на сказке и подумать, проанализировать то, о чем мы с тобой сегодня говорили, проанализировать, а взрослый, нет, как правило, он просто на автомате читает эту сказку, и даже не смотрит в сторону того, чтобы вместе с ребенком разобрать, посмотреть, теперь я уже с позиции взрослого, на эту сказку посмотреть с другой стороны, и тогда ведь ты можешь все изменить и ребенка показать, подсветить другие стороны, то, о чем мы сейчас говорим. Даже сказки на подмене, в школьной программе есть Ганс Кристиана Андерсона, и братья Гримм есть, уже. А, это вообще травмирующая психика вещи, произведения. Но при этом ребенку они загружаются. А мы не задумываемся. Так же, как и школьная программа. Да? Мы с тобой уже столкнулись, мы же знаем. И это все давно надо уже. Это как проснуться, выйти из сна и создать новый сон. Новый сон. И в этом сне должно быть, ну, начинать сон надо с благодарности. Но опять-таки, ты знаешь, я когда про благодарность, мне все время смех разбирает. Это вот прошлый стрим. И там до стрима был задан вопрос нам, но после того, как этот вопрос был задан другому блогеру. Там задан был вопрос, что надо ли учить детей благодарности. И тот другой блогер говорит, это все из как в общем, из недостаточности. Да. Из ущербности, из недостаточности. То есть благо дарить, ты же даришь благо человека, значит, ты за что-то даришь благо. А если за что-то, ну, не посылай вопрос за что, и тогда тебе не надо дарить благо. Да, то есть если ты посылаешь запрос, значит, у тебя недостаточно чего-то. То есть человек исходит абсолютно из материальных. По сути дела, ее благодарность равно взятка, если перевести на русский язык. Дай-задай. А если ты не просишь отдай, значит, тебе не надо и благо дарить. И даже слово благодарность, благо-дарность, оно само по себе подразумевает материальную передачу какой-то материи. Точно так же, как и слово спасибо, спасибо к обращению к Богу, у нас нету слова благодарности такого, который бы был равновесным и не давал в психике варианта действительно искренне открыть чувства и завершить игру, войти в нейтралитет. У нас слова такого нет. Потому что выйти в это слово можно только, когда ты через чувства когда ты чувствуешь. А понимаешь, а здесь чувства подменены на материальные обмен либо на запрос о спасении. И то, и другое не отражает суть благодарности искренней. Того, что мы чувствуем, когда мы искренне благодарны. Того, что мы чувствуем, когда мы искренне завершаем игру. Того, что мы чувствуем, когда мы не предъявляем претензию, а берем ответственность. Нету такого слова даже в русском языке, а его бы стоило бы придумать. потому что это чувство, это состояние осознанности определенное. И вот этому чувству надо учить детей. Это про взятие ответственности. Опять-таки, взятие ответственности. Как чувствуется взятие ответственности? Есть ли слово? ответственность? слово ответственность. На него сразу реагирует страхом человек. Я же отвечу, значит, меня накажут. сразу другая игра. То есть, эта игра не предполагает выхода из игры. Изначально. Эта игра, этот круг сансары не предполагает, что кто-то станет создателем другой игры. То есть, этот контур не содержит создающего сознания в настоящее время. даже язык это показывает. И мы об этом прямо говорим. Тут нету то сознание, которое создало этот контур, оно уснуло. Кстати, есть еще и следующее. И вот это уже интересно. Уж играть, так играть. Ой, тут играть и играть, да? Неосознанно выбираешь, какую игру ты будешь играть. Что тебе интересно? Что есть в твоей реальности? Я даже во время вот сейчас, пока мы с тобой разговариваем, я конкретно чувствую поток или когда-то сказать, сборку направления. И все настолько очевидно. Даже вот слово ответственность, смотри, ответственность, это сразу спрятаться хочется, и при этом ты понимаешь, как ты говоришь, вот уже идет плохое хорошее. то есть спрятаться, сразу бесконечность, во-первых, рисуется, а во-вторых, есть тот, кто все равно выскочит, не будет прятаться, но этот выскочит, он будет внезапный, вот как я сейчас, например, вижу, то есть ответственность спрятаться, но при этом происходит как выдавливание того, кто не успел спрятаться, образно говоря, да, и он раздувается, но, но, а ведь ответственность это когда в тебе есть запрос, но ты сразу слышишь ответ, и ты для себя определяешься, будешь ты играть в этот ответ или не будешь. И это до этого слова гораздо раньше. Да. Это гораздо раньше. вот этот поток, который начальный самый. То есть вообще это о создании игр. О создании самой начальной, да. Вот этот момент, это момент запуска игры. То есть запрос, в тебе уже есть ответ, какая игра будет. И ты можешь сразу закрыть этот запрос, или ты можешь развернуть игру и сыграть в ответ. Или можешь ее выпустить, развернуть. вот, наши слова, наши мысли выпустил. И сыграл. Да. И сыграл. Но ты словами и мыслями выпускаешь, но при этом ты можешь тут же, вот смотри, ты можешь в эту игру сыграть, а можешь назад своими словами и мыслями вернуть, закрыть. И все это ты. Ну да, точно так же, как запрос. Ой, интересно, как это случилось? Не, неинтересно, как это случилось. У меня уже этот опыт есть. Все, да, это вот тот момент, когда ты осознаешь все полностью. Но это ты находишься в моменте здесь и сейчас. Но опять-таки... Сделать можно только в моменте здесь и сейчас. Да. Ну вот смотри, опять-таки, пребывание в моменте здесь и сейчас. Как учат все эти буддистские практики и так далее? Ом, и вот я здесь и сейчас, я чувствую дыхание, я та-та-та. Почему сознание не создающее в это время? Потому что оно пустое, оно спит. Оно спит, оно пустое. Потому что оно не осознает вот эти моменты. А эти моменты можно... Сами вот эти точечные, они только через чувства идут. И если ты их не чувствуешь, вот эти точки, то... Если ты улетел, то... То ты ничем не управляешь. То есть это то же самое, что ты сел за руль машины, заснул и говоришь, что ты во сне ей управляешь. Если у нее работает автопилот, автомат, она едет по нужной траектории. Тебе повезло, да. А если автомат не работает, ты разбился. Вот и все. Вот для этого и предусмотрен автопилот, потому что сознание спят и едут по судьбе. И тогда можно составить астрологический прогноз, и тогда можно составить натальную карту, и тогда, и тогда, астрологический прогноз, и тогда. Угу. Ну, тогда вот такие, как мы видим события и меняем события. И идет то, что нам надо. Вопрос лишь времени. Вот осознание времени, оно идет за уровнем создателя. То есть оно разворачивается уже на этом уровне, но оно еще очень тяжело осознается. Можно только фиксировать. Еще один контур, и будет осознаваться и время. Потому что машина времени, это наше физическое тело. Это 200%. Это и есть машина времени. Это и есть машина времени. Вопрос, какой фильм мы в этом теле смотрим. И не мы переносим, если мы делаем фильм объективным, то тогда нам надо тело переносить из объективного фильма в объективный и придумывать какие-то навороты. Если мы говорим о субъективном восприятии, о сознании субъективного восприятия и разворота объективного как части субъективного, то твое тело может показывать тебе любой фильм абсолютно. И ты в этом теле можешь быть в любой временной промежуток и смотреть абсолютно любой фильм. И любой фильм ты можешь сделать объективным. И это реальная психическая способность человека на определенном уровне расширения сознания и тогда поговорим что такое расширение сознания но мы об этом говорили предыдущих наших курс нечего повторяться на стрим все есть в записи вот за что я тебе благодарна за то что мы этот путь прошли вместе и мы все заставили в записи напечатанное и в записи с состояниями курсов потому что напечатанный вариант нет дает состояние сознания дает понимание умом если ты взял умом и не взял состояние то он тебя потом разведет и ты вообще хрен что возьмешь тебе этот путь придется проделывать заново лучше брать одновременно и читая и проживая на проходя этот путь до потому что это шанс пройти и действительно прийти к другому восприятию и тогда когда сознание становится создающим то ты можешь спокойно создавать то что хочешь и ты не зависишь ни от кого не от чего но при этом ты как бы в игре но эта игра меняется в соответствии с твоими запросами ты осознаешь свои запросы на эту игру и это вообще охрененная когда игра это интересно тогда это игра действительно в моменте здесь сейчас всегда постоянно всегда и тогда зависаний от приходишь 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 к этому моменту но видишь по сути дела по сути дела я сейчас осознаю что когда кастане дописал про точку сборки про многие очень многие моменты осознаются там им придан окрас и они там через намерение через надрыв через какие-то бредни ума приходили к ним через какие-то практики но они не рабочие то мы по фактически все что касается управления точкой сборки восприятия мы просто сыра восприятие развернули как минимум на 180 градусов потом будет на 360 но сейчас уже больше чем на 180 градусов а вот хотя нет последний будет когда мы из тела будем сюда вот сейчас на 180 и вот когда ты развернешь и полностью любое восприятие ты можешь взять и взять под задачу это вообще это управление я беру управление своим телом на себя следующий контур это тело и заметь тело я большой бог помнишь когда-то в мексике когда мы были мы видели что мы на свое тело смотрим мы большие смотрим на наше тело на я маленький да и мы все не могли о чем это понять сейчас уже осознаешь это вот это восприятие только сейчас надо из тела смотреть на я большие тогда нам казалось что мы смотрим из тела а по факту мы смотрели на тело а надо смотреть из тела а из тела мы еще не тренировали это восприятие это самое сложное самое сложное потому что именно в теле ты создатель проявлен то есть в чистом виде но задатель только в теле ну ишь с восприятия создателя в теле вот с этого восприятия ты сперва создателя оттренируй да как как тяжело в нем удерживаться как только ты создал игру то тут же засыпаешь иначе без зависания у тебя игра не стартует здесь такие интересные а на ворот как интересно как интересно во всем это разберу во всем этом разбираться и смотри в это вчера или позавчера муж подсветил говорит а как же там в этом проходили у вас были египтяне черти там еще что-то еще что-то еще что-то это же было сумасшествие а теперь смотри сколько людей зависло на астрале ментале я все время стебусь на анале да они придумали все это вне их и они совсем этим астральное сновидение там и это все вне их это все попытка сделать объективной реальность нужно не впихнешь что это даже в объективное да но ты при этом не принимаешь это в субъективное это невероятно это с одной стороны а с другой стороны помнишь когда мы проходили вот эти надсознательные контуры там же поднимались и страхи и зависание и эмоции и все подряд и казалось безумием и это это была такая борьба самим собой двигаться дальше а сколько допусков сколько ограничений было по сути дела пока мы прошли вот это надсознание вот эту часть это знаешь как грубо говоря через слой льда в арктике дальше пошли в глубины уже под сознание пока мы вышли в воду мы прошли огромный слой толщину льда до пробили или мусора пленку вот это мы ее продолбали и если бы мы тогда зависли хоть на одном стереотипе или начали читать google или начали играть в какие-то ой да я же знаю это же описано там у кришнамурти а это там у того-то а это там в такой-то виде а это еще где-то мы бы играли в объективные игры в значимость в эго и так далее мы бы не прошли туда куда мы прошли и очень важно что мы описали весь путь потому что сейчас оглядываясь мы можем спокойно говорить вы не придете сюда не пройдя осознавание вот этих чертей демонов дьяволов и так далее драконов черное белое и так далее не пройдете никогда в жизни то есть вы можете перепрыгнуть но вам придется вернуться чтобы с ними разобраться потому что там зарыт ваш страх потому что они по-любому будут вас они есть в вашем надсознании вы с ними не разобрались не разберетесь да пока вы их не приняли в себе человек вообще набор субличностей свой суповой принять не может это всего лишь набор автоматических реакций и и выносит и борется с ними как эти с бесами борются блин сознание болезни то же самое может принять любой любой очертание любого черта любого беса любого дьявола ну так это все равно твое сознание что ты его выносишься и борешься вот пока ты с ним борешься ты имеешь боль и в это время грузишь себя все говно все интересно эти все игры но это очень классно что мы весь этот путь прошли и сегодня можем с позиции восприятия спокойно говорит нету добра и зла а что завтра на курсе давать будем завтра будет очень сильный курс завтра будет курс с которым нету равных по силе который будет завтра и по по работе и по работе да особенно особенно с телом да с телом это просто то осознание которое будет завтра на курсе а потом работа с телом это конечно очень-очень-очень просто вот насколько насколько мы с тобой понимаем это осознаем конкретно готовьте унитазы господа и это счастье познать себя это самое большое счастье и и и и и и и и и